добрый день друзья добрый день и сегодня у нас очередной выпуск кухни инфодайвинга как-то мы забыли что ее надо снимать периодически увлеклись увлеклись новыми планами новой работой потому что пришло лето до пришло лето и поменялись интересы вообще ключ круто дайвинге это интерес это не только в инфодайвинге ключ это вообще ключ жизни и если интерес к чему-то пропадает то жизнь становится скучно неинтересно и вот наступает день сурка и мы в какой-то момент делая консультации одну за одной одну за одной заметили что у нас аутизм уже перешел в нас у нас наступил день сурка то есть мы видим что уже разрисованы выходы и данные схемы работы сужовано пережовано и делаешь одно и то есть фактически новый человек приходит ты его берешь за шкирку начинаешь тянуть уговаривать пихать зад и так далее это настолько скучно и неинтересно по идее интерес должен быть у человека который приходит хочу своего ребенка здорового и вали на пролом да все уже есть прописано еще есть в курсах везде есть и и получается а эту работу приходилось делать нам и мы на самом деле начали перегорать и мы это четко прочувствовали уже весной где-то с марта месяца мы уже работали на консультациях именно по аутизму через силу и мы решили сперва от них откреститься мы ввели повышение цены и перейти на работу уже со взрослыми конкретно людьми нам доставляла на самом деле удовольствие когда приходили консультации по болезням взрослым и конкретно мы начали работать со взрослыми уделяли много внимания пошли хорошие результаты и в какой-то момент мы поняли что у нас на самом деле за эти годы очень много наработок по болезням и наша задача это все как-то систематизировать объединить найти что общего что разное и так далее и мы когда начали подходить уже система системно к болезням у нас нарисовали ли совсем другие форматы работы с людьми то есть консультация в стандартном формате она будет оставаться если речь идет об аутизме то все что там написано на главной странице консультации стандартной все есть правда и мы такие консультации продолжим делать редко но метко да а вот консультации которые мы вводим дополнительно это концу формат консультации с 14 дневной поддержкой это формат и для аутизма и для взрослых этот формат сейчас приоритете потому что за 14 дней мы можем наблюдать как меняется психика человека ежедневно когда он на обратной связи не все люди хотят быть на обратной связи многие приходят непонятно зачем и не хотят держать эту связь это выбор человека мы не гоняемся за ним и не насилуем но большинство все-таки те кто у нас заявлял консультации дают нам обратную связь за что мы им благодарны и это дает нам возможности а наблюдать какие изменения происходят у них в подсознании б систематизировать нарабатываемый материал вот эти подходы конечно посеяли новый интерес в нашей жизни и вместе с ними родился следующий формат который называется болезни и дальше название болезни это непредсказуемый формат вот вариант этого формата мы провели трансляцию в пятницу вы можете посмотреть там была онкология и в этом формате мы и рассказываем и систематизируем наши наработки даем общие подходы для всех людей и в то же самое время когда попадаются действительно серьезные вопросы от людей больных мы прямо в прямом эфире можем взять одного-двух человек и поработать для того чтобы провести ну такой живой эксперимент очный эксперимент мы не боимся этих экспериментов потому что их нашей жизни уже было много когда мы в подсознании на очень большой глубине убираем ядро и дальше даем возможность психики полностью выстроиться то есть мы дальше работу не ведем как на консультации все это и на вот эти 14 дней а мы просто даем естественным путем отладиться системе исходя уже из других возможностей и мы знаем что это будет очень круто и облегчать состояние людей и помогать людям и опять таки когда человек вот получил какую-то дозу изменений нам хочется чтобы он был на обратной связи психика не сразу реагирует то есть это где-то две три четыре недели когда у него уже пойдут такие стабильные перемены когда он все это поднимется на поверхность и у него начнет меняться жизнь и это все будет выглядеть как набор случайности случайно позвонил случайно пригласил случайно знакомый приехал и вообще это никакого отношения не имеет к нам но вдруг это начинает происходить до человек начинает замечать и даже большинство не связывает с нами но самое главное что по его болезни идет движение в сторону улучшения и это это уже на обратной связи то вообще хорошо вообще хорошо там мы еще можем где-то помочь и скорректировать и уже когда кто бы к тебе не приезжал куда бы тебя не приглашал тебе становилось хуже хуже а тут вдруг набор каких-то непонятных случайностей а тебе вдруг становится лучше уже понятно что у тебя произошло смещение разворот разворот в другую сторону вот эти моменты для нас тоже важны чтобы мы видели а что будет если если идет естественным путем да то есть когда мы вот не поддерживаем каждый день человека и не делаем полноценную консультацию ведь тоже изменения идут они не могут не идти потому что в грубо говоря стационарную систему внесено изменение она по-любому должна отреагировать и так как удалена информация значит отреагирует она положительно потому что система и так перегружена информации по-другому не бывает поэтому вот осознавая вот эти вещи у нас получается что вот этот формат болезни он дает нам возможность с одной стороны самим подготовиться систематизировать вспомнить объединить выйти на связь теми людьми с кем мы работали и так далее и с другой стороны иметь возможность наблюдать за теми кого мы еще взяли в этом формате одно но этот формат получается он интересен широкой аудитории из любопытства очень много любопытных таких случаях и выражающих свое собственное мнение которое ну по сути дело нам фиолетовым мы честно говоря у нас есть только наше мнение авторитетное поэтому это кстати первооснова инфодайинга и мы вас точно также будем сдвигать все время только ваше мнение является для вас авторитетным вот поэтому когда очень много людей приходит вот не соображающих не понимающих в теме мы это не приветствуем да то есть вот этот формат это формат все-таки где ведется работа с человеком где есть и может всплывать какая-то информация не всегда корректно и не всегда желательно к публичному проговору поэтому мы его сделали закрытым сабришина и участие сделали по минимальной цене для того чтобы человек пришел как на лекцию и одновременно смог и поучиться и позаниматься и поставить галочку при подписании все-таки у нас все галочки ставят в договоре а там все-таки предусмотрено и не разглашение информации и так далее то есть мы еще и юридическую часть немножко продумали поэтому это будет идти в закрытом формате кроме того у нас будет еще один новый формат он сегодняшнего дня вот только-только его реализовали уже программисты потому что там опять-таки потребовалась юридическая доработка этот формат называется открытая консультация открытая консультация вот это очень интересный формат он интересен для нас потому что мы сейчас начали в систему приводить подсознание как она работает при разных заболеваниях какие чтобы найти хоть что-то общее между людьми люди настолько разные что у двух человек одинакая казалось бы болезнь снаружи а внутри она протекает абсолютно по-разному но есть какие-то начальные вот моменты которые нам удалось вычленить как общее да поэтому для того чтобы вычленить вот это все нам и нужен вот этот поток на потоке работа и мы решили организовать консультации открытый формат что это будет это две консультации объединенных в одну то есть человек обращается к нам запросом мы ставим под этот запрос под название проблемы ставим формат обучающий он будет так и называться открытая консультация тоже для тех кто учится стоит недорого для тех кто участвует кто заявляет две консультации если сравнить сколько стоит две консультации человек оплачивает десятую часть и вот это все человек описывает в первой консультации мы добавляем в группу людей ведется работа непосредственно публично люди слышат и видят как мы работаем с человеком человек при этом может присутствовать может не присутствовать но эта запись у него будет в кабинете в разделе консультации он сможет это все просмотреть прослушать в течение месяца человек дает нам обратную связь и через месяц через 30 дней плюс минус 7 мы сами устанавливаем дату идет вторая консультация где мы опять-таки корректируем и показываем как дорабатывать человека чтобы точно так же открытого формата это тоже открытый такой же формат будет но мы говорим открытый формат это не значит с ютуба это собрешено более того так как здесь речь идет о личной информации то каждый из участников это как интернатура на самом деле получается вот каждый интерн ставит галочку там что он подписывает доп соглашение к договору и точно также каждый кто заказывает открытую консультацию подписывать доп соглашение это все к договору публичной оферты то есть эта часть тоже уже написано реализовано вы можете зайти заказать консультацию узнать даты и работать и точно также к открытому формату когда он появится могут присоединиться те кто хотят видеть как ведется работа на консультациях непосредственно полноценная потому что фактически увидеть как мы работаем с человеком на консультациях невозможно то есть это видит только сам человек и оказывается что все консультации у нас разные их две одинаковые не бывает но иногда когда мы берем какие-то части подсознание или над сознание или в глубину залазим есть психотехническая база пересекающиеся но в ней есть свои тонкости вот эти вещи чтобы проговорить показать и дать интерном понять как как это все происходит и как это стоит делать когда вы работаете с людьми а вы видите у нас ученики работают и проводят кстати очень успешно проводит консультации молодцы вот и есть пары очень эффективные так вот когда мы это все делаем наша цель обучающий формат то есть открытая консультация человек получает работу с ним в десять раз дешевле за это люди получают возможность пройти обучение и это все идет в обучающем формате и в консультационном одновременно то есть мы учим проводить консультации вот это уже сегодняшнего дня реализована на sabrish.com кроме того у нас будут продолжаться лекции конкретно лекции по проблемам по психическим подосновам первоосновам проблем которые проявляются в жизни у человека у кого-то там нет денег у кого-то там нет отношений у кого-то там нет секса кому-то где болит вот эти где болит и откуда идут куда куда уходят корни боли вот это будет лекционном формате это уже без погружение это уже без какой-то такой это более такой разговорный жанр лекционный формат где опять таки будет систематизироваться информация потому что мы ставили целью вот прийти к лету систематизации мы подошли когда мы закончили парадоксальное восприятие мы пришли к тому что сейчас надо все что мы наработали систематизировать потому что мы наработали очень много и мы действительно очень много разбрасывались информации в аудитории и эта информация так как она вот не привязана к ни к чему она как бы бесценена она на самом деле дорогого стоит она цена потому что она показывает первоосновы заболеваний в психике человека и на сегодняшний день есть очень много наработок которые просто переворачивают подходы медицины к человеку то есть мы это все понимаем и мы понимаем что мы очень много вот просто отмели на вот этой стадии прохождения когда мы торопились когда просто шло очень много информации потоком и мы хватали первооснову вот все остальное надо привести в систему вот эта задача которую мы ставим себе на лето и вилета мы будем работать в таком формате вот кроме того так как лето у нас активно ведется строительство и наше помещение практически закончена более того там уже достаточно уютно там расставлена мебель уже красиво сделано окна глухо чтобы свет не мешал уже установлено оборудование у нас уже можно оттуда вести трансляции и у камина и на кухне все нас на самом деле оттуда будет потом идти единственно нас остается проблема проблема с интернетом она на самом деле решается она решается на сегодняшний день решается вопрос по подведению оптоволоконной связи к нам напрямую к дому и это все будет реализовано я думаю в течение месяца плюс-минус сейчас все это дело согласовывается на очень высоком уровне для того чтобы нам дали разрешение на прокладку кабеля ну вот наверное это основное мы плюс там идет пока стройка все приводится в порядок для того чтобы и территория была в нормальном состоянии для того чтобы мы в студию могли приглашать людей с кем мы будем работать в живом эфире это наш летний сюрприз следите за новостями мы будем приглашать людей на которых мы будем показывать обучать и рассказывать тонкостям и отличие инфодайвинга от гипноза так уж случилось ребята мы занимаемся патентованием и так уж случилось что мы видим что наши органы патентующие не разбираются в этом вопросе просто не разбираются а это значит нам надо оставить инфодайвинг беларуси а это значит когда выступает известный американский блогер и у которого в тегах идет инфодайвинг и он называет себя инфодайром у меня есть такие ссылки то согласно американскому законодательству пройдет время и он заявит что это его изобретение его открытие и американский закон будет на его стороне так вот господа мы вынуждены в публичный эфир выдавать то что мы давали на патенты мы будем фиксировать инфодайвинг в беларуси на видео где угодно каким угодно образом инфодайвинг это разработка белорусов инфодайвинг вырос из гипноза которым наполнена россия где профессионалы россияне есть конкретные фамилии из которых вырос инфодайвинг и я не хочу чтобы эти фамилии были обесценены это эльман османов это и рожковский это и гончаров это и разыграев игорь это и гена иванов это олег гребенюк наш белорус наш это и суровцев это 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 ребят я сейчас не буду перечислять все фамилии гипнотизеров с кем мы работали этой захарченко николай великой ему благодарность я всех этих людей люблю уважаю и ценю это огромная школа гипноза эта школа ну я не знакома с кашпировским но он тоже корнями вышел из этой школы российской школы гипноза инфодайвинг это следующий шаг за гипнозом гипноз это про засыпание инфодайвинг про просыпание это ценность если люди не понимают этой ценности сейчас они поймут ее через сто лет и потомки нам не простят того что мы ее профукали и что мы отдали ее и назвали как сейчас эриксоновский гипноз ай-яй-яй хромой кривой эриксон сделал гипноз ребята классический гипноз посмотрите посмотрите возможности его и вы поймете что нлп эриксоновский гипноз и всякая вот эта чухня это фуфил фуфил на фоне классики просто вникните в суть и это все обесценивается за счет переброса за океан нельзя этого делать нельзя обесценивать свое место где вы живете нельзя обесценивать свою страну нельзя обесценивать свою родину прям говорю плакать хочется просто на самом деле это происходит я когда смотрю как россияне обесценивают россию мне за вас больно ребят но я понимаю что точно также белорусы обесценивают беларусь но в беларуси хотя бы есть разум здесь есть те которые это видят и слышат и здесь есть те кто об этом говорит и говорит ребят очнитесь что вы делаете поэтому у нас сейчас много административных дел юридических дел мне пришлось в них вникнуть мир это крайне тяжело дается потому что когда я отвлекаюсь от инфодайвинга и вникая в какую-то юридическую суть у меня дымится голова я вижу во всем этом вранье вы знаете настолько уже это все обросло враньем обросло враньем что видишь даже на экономику он служит вчера смотрю мне рассказывает про экономические подходы разность экономик там в беларуси валовый продукт производства там и так далее а вот в америке вот белорусы уехали продали там какой-то эти проект америки какие они молодцы давайте им поаплодируем и этот эти проект тут вдруг резко начал стоить миллионы а я сижу и я понимаю что вот это мне все напоминает разговор трех детей в песочнице да вот сидит один такой русский ребенок и говорит а мой папа сеет зерно он пашет он там сеет он хлеб растит а он там с утра до вечера в поле для того чтобы накормить всех для того чтобы всем было хорошо а второй ребенок сидит там немецкий и говорит а вот мой папа там конструирует дело делает производства автомобили производит чтобы там все тоже было хорошо но он есть то зерно которым там от вас привозят и сидит американский европа ребенок а мой папа космонавт им все такого какой у тебя крутой папа да вот так и экономика вот американская экономика это космонавт да и это экономика они пашут как лошади и вот вот это обесценивание это вот просто в голове не укладывается и вот когда мы начинаем говорить с юристами я вижу через свою призму и у меня голова просто так пружинки не сходятся говорю ну вранье 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 ну так нельзя это же вообще это даже сравнивать нельзя зачем выжать и мне вот эти американские подходы напоминают кота базилию просто вот привет ребята кого еще на это вот натянуть ну это пардон о чем говорим что-то понесло в эту стиль в общем вот мы сейчас заняты вот такими делами поэтому вся неделя у нас такая когда приходится вникать не свои дела и плюс еще по вечерам вычитывать парадоксальное восприятие я уже больше одной главы вычитать не могу потому что меня уносит и книжка и по дайвинг парадоксальное восприятие уже начала дописываться блин все-таки остановиться невозможно но она тогда получается просто в дурном размере она скоро будет такого же размера потому что когда читаешь что хочется просто вот каждую главу читаешь дополнить дополняешь просто кожи есть она там раскрывается и раскрывается постоянно и ты понимаешь что даже в этой главе каждый абзац ты можешь раскрыть в книгу целую вот еще из наших новостей у нас завтра начнется курс возможности сатаны в психике название курса придумали мы кстати вот для людей разумных вы задумаетесь откуда такое название возможности сатаны в психике и зачем оно такое вот на вот мы произносим название возможности сатаны в психике на каком слове у вас акцент куда внимание ушло на слове сатаны а надо у человека разумного на слове возможности и вот смотрите как отсечь людей чтобы не приходили люди у которых не работает башка которых есть ничего не на слово сатана да вот есть реакция на слово сатана и до свидания все остаются люди разумные которые понимают возможности теневой части человека что может человеческая психика в определенных состояниях погружение в нее и эти возможности в системе они приведены в систему все курс говорит сам за себя а дальше реклама рассказывать какая психотехническая база будет она будет разнообразная там и она будет системной и будут системные подходы именно по возможностям психики человека вот этот курс начнется завтра в 19 часов и продлится три дня завтра 7 7 8 9 числа он пройдет с 19 до 22 часов курс сложный и курс предполагает что у вас есть определенные уже знания в инфодайвинге у вас есть какая-то психотехническая база либо вам ее если ее нету то придется до тренировать самостоятельно или добирать те курсы которых у вас не хватает но в принципе с нее можно начинать но будет крайне сложно начинать лучше продолжать кстати начинать я тоже когда-то так начинала я сразу иду на пролом а потом если чего-то не хватает добираю дальше сегодня будет лекция лекция любовь про любовь и извращение и когда мы говорим слово извращение как раз она зацепила слова любовь пролетела внимание возвращение это наверно про секс дай про секс тоже в том числе в том числе мы с вами поговорим и про голубых и про розовых и про и про про все что не говорят слух мы будем говорить где в психике находятся те или иные проблемы и чем они связаны с какими травмами они связаны это один из пунктов то есть извращение сексуального плана мы не выкидываем их тоже подтягиваем но мы еще подтягиваем и извращение связанные с любовью господа у нас так много извращений если бы их не было вы бы не болели представьте вы были бы абсолютно здоровым счастливым человеком с не было бы проблем но каждая ваше извращение выдает вам в жизнь именно по любви выдает вам жизнь проблемка 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 проблемкой выход к унтунку на складировали потом одна хотячая проблема до поликлинике обратно извращение можно сказать искажения и скажи до И как всегда, мы же не можем без этого Мы поднимаем ложь на поверхность Достаем скелетов из шкафов Вываливаем их И показываем Скелеты из шкафов Вываливаются в разных масштабах Будут масштабы мелкого такого пошива А будут глобального масштаба Поэтому это идет Опять-таки в формате Сабришина, чтобы это не было В публичном доступе И нас не обвиняли в том Что мы там углом относимся К кому-то, чему-то, кого-то любим Кого-то не любим Мы на самом деле любим абсолютно всех Потому что мы любим себя Но мы просто помогаем человеку Разобраться с теми моментами Где он врет себе Мы ведь не глупые люди все Мы себе врем не специально Мы врем, потому что мы так Скопировали программное обеспечение Оно считается нормой Мы у родителей скопировали эту норму Если в семье отец бил мать То это норма Если сын будет поднимать руку на жену Если в семье, например, отец пил То это норма Что можно выпить там 100 грамм Либо же родители там сами В 12 лет наливают ребенку шампанского Пусть он дома попробует, а не где-то И это норма давать яд Своему ребенку А подсознание ребенка Ведь оно различает Ну, говорит, ну, родители травят Для подсознания это не норма А у вас это норма То есть мы вот эти вот нормы То, что вы считаете нормой Мы просто подсвечиваем И показываем, как видит это подсознание Оно видит не так Вот с алкоголем это самое простое А с сигаретами думаете не так? Подсознание думает Ой, какой ты молодец Я тебе поаплодирую А с рисунками на пачках сигарет Когда идут страшные картинки онкологические Ваше подсознание тоже аплодирует И говорит, да-да-да Смотри на эту картинку Наверное, ты курить перестанешь Или оно смотрит и говорит Ты выбираешь прожить этот опыт Неосознанно на полу Чи будет исполнено Это называется внушение То есть вот этих вот моментов Я сейчас привела мизер Этих моментов очень много И когда человеку помогаешь их И раскладываешь Смотри, что ты делаешь Смотри, что ты делаешь Так носом тык-тык-тык В какие-то моменты Человека включается разум И он начинает замечать Так что же я делаю? Может, я действительно хер не утварю? Может, мне стоит остановиться И выкинуть эту пачку сигарет? Может, мне вообще задуматься Зачем я травлю себя? У меня что, своего веселья не хватает? Что мне надо еще ядик ухлебнуть алкоголического? Либо еще чего-нибудь? Да, точно так же это Относительно лекарств Точно так же относительно медикаментов Точно так же, точно так же, точно так же Целые спектры бизнес-индустрии Которые укорачивают жизнь Которые забирают здоровье Которые вытесняют сознание Из вот этой надсознательной части В подсознательную часть И формируют долгосрочные болезни Которые человек не может победить Вот как день-ночь, так жизнь-смерть И он идет жизнь-смерть, жизнь-смерть А болезнь все не отступает, не отвязывается И на самом деле Мы даже встречали усталость внутри у людей Усталость от того, что этот круг сансары Казался безысходным То есть вплоть до того, что уйти совсем из игры Потому что это безысходность Ты не можешь сбросить эту болезнь То есть мы такое тоже в практической работе встречали И это было освобождение И когда идет вот это освобождение у души Это невероятное состояние внутри человека Там и слезы, там и чистое сознание Там столько радости И действительно у человека тогда жизнь преображается И действительно у него здоровье очень быстро преображается Но видите, это кусок работы Это кусок работы над собой Вот, поэтому сегодня будет вот эта лекция Про любовь и извращение Мы будем разговаривать обо всем в формате с Сабришина С платформой subretion.com Ну и, наверное, еще один анонс Дам то, что у нас будет в субботу-воскресенье Последний курс из цикла начальных курсов То есть для начинающих инфодайнг Это курс называется управление восприятием Это конкретно курс, где вы учитесь управлять своим восприятием Потому что весь инфодайнг построен на управлении Вот, кстати, на сегодняшний день управление восприятием Мы бы уже не смогли провести этот курс Потому что это стало настолько привычкой Ты не можешь не управлять им И поэтому, когда ты видишь человека Жестко зафиксированного в коллективном Ты понимаешь, блин, это Вот знаете, это как машинка, которая ездит только прямо Причем в случае с человеком только задом Он у нас все время едет задом и только прямо И не важно Дорога искривилась, она все равно только задом и только прямо Но ведь можно и направо, и налево, и объехать А можно вверх, вниз, можно еще объем добавить То есть жизнь многообразна Можно с разных сторон зайти Интересно, тут же интерес появляется Вам интересно управлять машинкой, которая ездит задом и только прямо Или вам интересно, когда у вас как минимум уже 4 направления движения А если их значительно больше То есть, вот смотрите, с позиции играющего в эту игру под названием жизнь Как интереснее? Конечно, интереснее, когда у вас больше степеней свободы Поэтому вот все, что касается управления восприятием Это то, что резко повышает качество жизни человека Но этому надо учиться Потому что нас с детства, опять-таки, этому не учили А зря Я бы этому учила со школьной скамьи Причем в обязательном порядке Кстати, вчера услышала новость Что предлагают ввести религию в школах Вот эта деградация, это уже было Это уже было в истории Это уже было, и опыт есть И опыт есть Это к чему приводит Да Давайте еще начнем бить детей по рукам Да, и если это сейчас ввести, то это просто Вот, ну это ладно, мы отвлеклись В общем, вот так протекала наша рабочая неделя Кроме того, у Решки был день рождения Ну да, был Спасибо мамам за поздравление Спасибо огромное, да Кстати, вскрытия подарка нету на видео на моем канале в инстаграме Я к тебе спешила, я быстренько щелкнула, щелкнула И все Спасибо всем поздравившим Да, спасибо огромное Спасибо, что вы с нами Спасибо, что вы на связи Спасибо, что вы нам пишете Спасибо Мы вас любим на самом деле Мы любим всех, с кем мы работаем Мы любим Нам интересна жизнь Нам интересна жизнь Нам интересна то, чем мы занимаемся И нам интересно, чтобы Чтобы то, чем мы занимаемся Оно вошло в нашу жизнь И мы жили этим Все Интерес – это ключ к жизни Это ресурс наш В интересе в открытости и искренности вот а мы очень сильно повязлива лжи очень сильно и настолько сильно что мы даже уже дышим ложью мы питаемся ложью и думаем что мы незаметно там что-то там обманываем сами себя пропитывается эти вот и говоришь питаемся ложью а я вдруг вспоминаю недавно увидела в инстаграме как делают синтетические желатиновые яйца в китае на самом деле же кто-то я уже давно питаемся вообще и восхваляем китай этот японию а возвращаемся вот по путешествовали где-то и возвращаемся куда сюда где вкусное мяско картошечка хлебушек где натуральные продукты где нет химии где молочная продукция такая что ты просто есть ешь и облизываешься вот она хорошо там где мы есть да хорошо там где мы есть где мы есть там и счастье от себя не сбежишь ребята сколько мне бегали и не обманешься и не обманешь себя никогда даже если вы будете жрать сало по ночам и думать что аллах не видит аллаху ваше да он со шматком сало от аллаха так что до встречи будем заниматься инфодаймингом если вам интересно вернуться к себе искреннему настоящему открытому вернуть свое здоровье вернуть отношения вернуть счастье в свой дом потому что вот через эти состояния возвращается счастье в дом это состояние пробуждения это состояние когда бог просыпается и горит блин я так долго спал я так долго ждал когда придет этот день когда я смогу сам создавать и вот техники создания это уже возможность сатаны сатаны ли лучше я промолчу все господа если вам интересно подключайтесь и сегодня 18 часов у нас будет стрим где мы ответим на все ваши вопросы как всегда по понедельникам 18 часов на ю тубе на канале наталья зайцева это вообще полностью открытый формат можете подключиться и участвовать ждем вас 18 часов до встречи до встречи